Я хочу сегодня говорить о времени. Так, у нас практически предпоследний день этого года, и чувствуется какая-то перемена времени. Все к чему-то готовятся, все тратятся, кто-то не тратится, кто-то плачет, кто-то радуется, но тем не менее времена заканчиваются. У каждого отношение к времени разное. Оно всегда зависит от того, что мы переживаем в это время. Иногда бывают моменты в жизни, когда ты думаешь, я не хочу, чтобы время продолжалось. Я хочу, чтобы то, что я сейчас испытываю, было вечно. Было у кого-то такие периоды в жизни или нет? Ты думаешь, Боже, Боже, как страшно, что завтра я проснусь, и этот день закончится. Иногда бывают такие счастливые дни, и я желаю, чтобы у вас их было очень много в этом 13-м году. Когда вы просто хотите закричать, время, стой. Однажды, помните, даже Иисус Навин, он забыл о законах времени, и он настолько лупил своих врагов, вошел в такой драйв, как вчера Арсенал не указывал. Такой, знаете, 7-3. Извините, женщины. Вот, то есть, и ты просто понимаешь, и комментатор кричит, как видно, что на 95-й минуте ребятам хочется остановить время, чтобы оно никогда не заканчивалось. Когда прет, вы понимаете? Когда все идет, когда все как по маслу. Вот, поэтому... Но иногда бывают моменты, друзья, когда ты думаешь, когда этот кошмар закончится. И, к сожалению, я думаю, что и такие периоды люди переживали в своей жизни, да? Когда ты думаешь, Боже, когда уже это все закончится? Быстрей бы утро нового дня. Вот, потому что быстрей бы рассвет какой-то, потому что очень не хочется этого делать. И тогда мы благодарим Бога за то, что время имеет свойство заканчиваться, меняться и так далее. Поэтому, друзья, я хочу, чтобы мы сегодня с вами поговорили о том, насколько время является благословением или проклятием для нас. Бытие – первая глава. Если мы будем говорить о времени, тогда нужно начинать сначала. У многих есть вопрос. У многих всегда становится вопрос, и у меня вставал этот вопрос очень серьезный ребром передо мной. Откуда взялся Бог? Кто задавал себе этот вопрос? Вот честно. Кто Бога родил? Но все равно, он же когда-то начался. И так далее. Да, теологи говорят, что он был всегда. Но это понятно. А не потому, что они могут объяснить, откуда он на самом деле взялся. Но я всегда думал, я должен раскопать, кто родил Бога. Какой такой взрыв? Понятно, я верю, что землю сотворил Бог. Но какой взрыв сотворил Бога? Вот. И первая глава, давайте будем читать с первого стиха. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, Да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Или день первый. На самом деле, мне нравится больше оригинал, там еврейский. Там написано, что вначале Бог сотворил начало. То, что там имеется в виду. Вначале Бог сотворил начало. Или по-другому сказать, изначально Бог придумал понятие начало. И все вечные существа, и сам Бог посмотрели и сказали, Вау! Представляешь, что сотворил Бог? Что? Начало. Это как начало? Ну, нам это не понять. Как говорят, там, ну, небесные существа на небесах. Нам это не понять. Ну, начало, конец. А что такое начало и конец? Потому что для вечности это странно. Точно так же, как для времени. Странно, а как это вечность? Это два очень отдельных понятия, которые, возможно, временным мозгом не понять, но вечным сердцем можно почувствовать. Аминь! Иногда, очень часто, я благодарю Бога за это. Когда я молюсь, предстаю перед Богом, часто я чувствую вечность Бога. И время теряет силу, и все остальное. Ты чувствуешь потрясающее вечное Божье присутствие. Присутствие вечной личности Бога. Кто ощущал ее когда-нибудь? Вы заприкасались с вечностью. Я думаю, что если вы по-настоящему верите во Христа и исповедуете своим Господом, мы об этом поговорим еще на небесах. Аминь! И нам там не надоест. Я вас уверяю. Вам надоело быть верующим? Кому надоело? Я, конечно, понимаю, что иногда мы с трудностями сталкиваемся, преодолеваем их. Но, тем не менее, я тоже люблю Бога, мне Он не надоел. Поэтому, друзья, что такое время? Время – это материальные условия для жизни человека. Это материальные условия для обитания человека. Мы обитаем во временном пространстве. Мы помещены во время. Деяние 17, то написано, что Бог дал нам времена, пределы, ну, насадил нас, дал нам времена и пределы существованию. Поэтому мы, как люди, мы живем во временной оболочке. Время – хитрая штука. Время настолько хитрая штука, что его, в принципе, не видно. Кто из вас видел время? Но, с другой стороны, время видно. Вы знаете, мне стукнуло 30 лет, как опухом по голове. И я подошел к зеркалу с утра, и я посмотрел на себя. Я, конечно, молодой, но знаете, что я увидел? Время. Кто понимает, о чем я говорю? Я увидел время. А потом у меня начались проблемы со здоровьем. И знаете, что я почувствовал? Время. Я почувствовал время. Я начал заниматься спортом. Не потому что мне об этом говорят люди. Потому что я начал чувствовать время. Я понял, что если в 23 или в 22 я могу не заниматься спортом, а потом два раза отжаться и почувствовать себя опять в 22. То в 30 я чувствую, что я занимаюсь спортом, и после этого чувствую себя на 40. Ну, дня 3. А потом опять на 30. Поэтому я понял, что время оставляет следы на моей жизни. Время не видно. Вроде бы так бы. Но время чувствуется. Время лукаво. И Библия об этом говорит в Ефесянам 5.16. Там написано, друзья, дни лукавы. Лукавы. Поэтому дорожите временем. Дни лукавы. Поэтому дорожите временем. Итак, я говорю сегодня на тему парадокс времени. В чем является парадокс времени? И я хочу, чтобы мы научились дорожить временем. Дорожить временем, это не значит загнать себя, как я себя загнал за прошлые три года. Дорожить временем, это значит научиться ценить время. Ценить время. Рационально, правильно использовать его Это когда ты отдыхаешь Ты ценишь время Потому что, вы знаете, я понял это Я хочу много теперь проповедовать об этом Потому что когда ты отдыхаешь На самом деле ты не тратишь время, а приобретаешь его И Бог не дурак Когда сказал, почитай день субботний И один день в неделю Просто брык и спи Кто любит такое время? И ты знаешь, что это не пустая трата времени Потому что потом ты просыпаешься в понедельник И когда ты хорошо выспался в субботу В воскресенье нормально Ты прославил Бога в церкви Ты чувствуешь заряд Ты чувствуешь, что ты можешь эффективно использовать следующие свои дни Аминь Поэтому, друзья, время это благословение Запишите, запомните, скажите соседу Время это благословение Бог создал материальные ресурсы И первый ресурс, самый глобальный Он создал время Теперь, в чем особенности времени? Первое Особенность времени в том Что мы не можем 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 Как это сказать правильно? Я хотел сказать Мы не можем предотвратить завтра Мы не можем Подчинить время Указать времени Приказать времени Понимаете, о чем я говорю? Что? Как? Да, это неизбежность. Женщина умная из слова, говорит, Саш, молчи. Удержать время, да, удержать время. Но я хотел именно удержать время. Я не могу приказать времени. Давайте так больше. Первая особенность времени, что человек не может ему приказать. Я не могу сейчас сказать, ребят, нам-то хорошо, давайте скажем, стоп, время. И мы остановили время, будем сейчас с вами веселиться, гулять и так далее. И пусть этот год никогда не заканчивается. Нет власти у человека на это. Бог не просто создал время как материальное. И главная особенность времени, оно течет, оно бежит. И мы не можем приказать времени остановиться. Мы не можем удержать время, мы не можем запретить или приказать времени. И часто это огорчает нас. Понятно, да, что я имею в виду? Поэтому дни лукавы, мы не можем им приказать. Но я не хочу говорить об этом. Я хочу говорить о второй его особенности. Мы вправе управлять временем. Мы не можем приказать времени, но мы можем управлять, обуздать время. По сути, время управляет нами во многом. Потому что, если завтра, если ты можешь сказать, я самый лучший тайм-менеджмент, тайм-менеджмент, менеджер, тайм-менеджер вообще в мире, я не спорю. Но все равно тебе придется сегодня засыпать и завтра просыпаться. Хорошо, ты скажешь, я не буду засыпать. Но это не значит, что не придет ночь и не настанет утро. Поэтому, друзья, мы не можем изменить время, но мы можем научиться им управлять. Как же управлять временем? Я не учусь сегодня тайм-менеджменту, вы сейчас поймете это. Я учусь сегодня определенным жизненным законам, как использовать благословение, которое называется время, для того, чтобы Бог мог благословить нас беспрепятственно. А теперь запишите парадокс. Парадокс этот. Такую фразу. Господствовать над временем? А мы должны господствовать над временем. Потому что Бог сказал, управляйте всеми процессами жизнедеятельности. Значит, мы можем господствовать над временем. Но странно, как я буду господствовать над временем, если я не могу Ему приказать? Господствовать над временем можно только подчиняясь Ему. Господствовать над временем можно только подчиняясь времени. Или подчиняясь законам времени. Странно, как это господствовать, подчиняясь? Вот об этом я и хочу говорить. Теперь, друзья, мы не поймем правил времени, мы не поймем, как нам правильно использовать и быть успешными в 2013 году, если не увидим библейский смысл времени. В чем заключается библейский смысл времени? И сейчас я скажу вам то, что не скажут вам люди на тайм-менеджменте. Причем здесь сидят менеджеры эти таймы, учителя. Вот я громко заявляю, я понимаю, даю себе отчет. Теперь послушайте. Время никогда не работает само по себе. Время всегда работает в паре с другими законами. Время никогда не работает само по себе. Время взаимозависимо от других законов. Время взаимозависимо от других законов. Например, мы можем сказать и взять самый простой пример времени. Например, семя. Мы все знаем, что если весной бросить семечку в землю, то летом мы пождем что? Урожай. Поэтому мы берем семечку, мы бросаем ее в землю, и бац, в августе месяце мы приходим, а там уже картошечка, урожай и все как надо. Теперь, друзья, что это сделало? Это сделало время. Время вырастило. Прошло время, и вырос урожай. Но умные люди понимают, что нет, я не согласен, это сделал закон биологии. Потому что органический состав земли вырастила эту семечку, и она выросла. Да, я согласен, синтез солнца, биология, анатомия, все это вырастило, эту семечку. Но она бы не вырастила, если бы не прошло 3-4 месяца, и время не использовало эти биологические законы. Понятно или нет? Получается, биологические законы без времени ничто. Если вы хотите, я раньше взрывы делал в детстве, марганцовка, знаете, такой, ну, руки отрывала, друзья. Вот. И там ты делаешь, потом ты заливаешь ее и убегаешь. И у тебя есть очень мало времени убежать для того, чтобы все это взорвалось. Поэтому, друзья, если я не буду учитывать время, но только реакцию, я взорвусь. А может быть, вообще ничего не произойдет. Потому что время никогда не работает в одиночку. Эффект времени всегда приносит результат, я буду сегодня много говорить об этом слове, только в паре с другими принципами и законами. И вот теперь, друзья, слушайте внимательно. Я буду говорить умные вещи чуть-чуть. Теперь слушайте внимательно. Великое горе человеку именно не от того, что время бежит. Великое горе человеку, который не понимает, с чем в паре бежит время. Понятно или нет? Человек, который не понимает принципы, законы, с которыми бегут в паре с временем. Вас могут научить тайм-менеджменту, или сейчас это очень модная штука. Вам распишут органайзер, расскажут, как все правильно, куда как, где что написать, где как, где будильник завести, как управлять правильно времени, как распределить пропорционально. И это здорово, этому нужно учиться. Вы смотрите, я не осмеиваю это, этому нужно учиться. Потому что это тоже помогает управлять временем. Но для того, чтобы получить успех, мы должны понять один принцип. Время всегда работает в паре. Оно всегда взаимозависимо. Давайте посмотрим это в Библии. Откуда я знаю, откуда это все вот это я придумал? Тайм-менеджменты об этом не говорят, а я говорю, потому что я Библию читаю. Итак, Экклезиаст 8. Экклезиаст 8. Давайте посмотрим с вами. Экклезиаст 8, 5 стих. Экклезиаст 8, 5. 8, 5, 6. Ой. Да, 8, 5, 6. 8, 5, 6. Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла. Сердцем мудрого знают и время, и, и что? И устав. Теперь, друзья, потому что всякой вещи есть свое время. И, и устав. А человеку великое зло от этого. Теперь, друзья, очень важно, чтобы вы поняли. Экклезиаст не говорит, всякий мудрый человек знает, что такое время. И он умеет управлять временем. Он говорит, мудрый человек умеет сопоставлять соотношения времени и устава. И дальше он говорит, потому что для всякой вещи есть что? Свое время и устав. Получается, для всякой вещи есть свое время и устав. Еще перевернем страницу. Экклезиаст 9, 11. И обратился я и увидел, увидел подлость такую под солнцем, что непроворным достается успешный бег, нехрабрым достается победа, немудрым хлеб и неуразумных богатства, неискусным благорасположение, но время, что? И случай для всех их. Послушайте, во всех этих трех примерах, трех стихах, одно и то же. Время нигде не выступает как единственный закон. Написано, что великая мудрость, а великое зло многим от тех, кто не понимает эту мудрость, в том, что есть время и есть устав. Есть время и есть случай. Для всякой вещи и так далее. Теперь, что это значит? Это значит, что время – это сила, которая воздействует на другую силу, которая приносит результат. Ужас, да? Давайте еще раз. Я сейчас буду расшифровывать. Слушайте внимательно. Я понимаю, что Оливье уже в глазах, но сосредоточьтесь в последний раз в этом году. Время – это сила, воздействующая на действие или бездействие другой силы человека или поступка человека. Это и усиливающий момент, который может до невероятного усилить поступок человека. Теперь, Экклезиаст говорит, что время для всякой вещи под небом. Получается, время – это что-то, что воздействует на какую-то вещь, или на какой-то поступок, или на какое-то событие, которое делает человек, и в итоге человеку либо великое счастье, либо великое зло от этого. Вы ловите, что я сейчас говорю или нет? Кто сейчас потерялся, честно? Потерялся, вы вот все-таки, вам тяжело. Хорошо, я разжую. Давайте еще раз, Экклезиаст 8. Очень важно это понять. Внимание. Соблюдающий заповедь не испытывает зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Что такое устав? Устав – это положение, это приказ, это то, что мы должны делать. Время мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. Для всякой вещи есть свое время и устав. Теперь, что такое устав? Устав – это определенные принципы, определенные законы, определенные действия, которые мы делаем. Теперь, друзья, если ты ничего не делаешь через время, знаешь, что сделает время? Оно сделает тебя голодным, оно сделает тебя нищим, оно сделает тебя убогим, злым, потерпевшим. Время это сделает. Почему? Потому что время не шло нога в ногу с определенным уставом, с определенной вещью или поступком, который ты должен был в это время сделать. Понятно или нет? Хорошо, кто из вас когда-нибудь жалел о том, что когда-то он чего-то не сделал? Понимаете? Например, я жалел. Я помню, есть Петя Сергеев? Петя. Петя помню. Работали мы вместе с Петей. Ну, служили в церкви и так далее. Петя купил хорошую Тойоту. Помнишь, Петя? Ну, я извини, что расскажу эту историю. Петя ездил на Тойоте, поменял Аку на Тойоту. Вот. И все. И он ездил на Тойоте. Хорошая Тойота была. А потом, я помню, мы ехали, и он мне говорит, продаю Тойоту. Я говорю, зачем? Покупаешь какой-нибудь уже Лендровер? Говорит, нет. Куплю несуществующую квартиру в несуществующем доме в существующей Костроме. Я думаю, Матерь Божья. Ну, или как там, я не знаю, что сказать. Ну, Боже мой. Несуществующую квартиру в несуществующем доме почти в несуществующем городе? Ну, я там никогда не был, я просто не видел. Продать Тойоту? Ты же едешь, на тебя все мои земляки из моих деревень, ну, богатые люди не показывают, пальцем тыкают, говорят, Тойота. Ну, все люди с достатком меньше пяти тысяч долларов в десять лет. И в итоге, я сделаю эту историю короткой, Петя уже построил свой дом, правильно? Он уже поменял и Лексус, и все остальное. А все началось, по-моему, с той квартиры в несуществующем доме, в несуществующей квартире в непонятном городе. О чем я говорю? О чем я сейчас могу пожалеть? Я могу пожалеть о том, что, почему я не прислушался к нему? Почему время не сделало нас, ну, не разбогатило меня или кого-то настолько, насколько я его разбогатило? Понимаете, о чем я говорю? Почему прошло время, и у меня нет своего дома, как у Пети? Время жестокая штука. Потому что кого-то оно обнищало, ну, обедняло, обеднило, а кого-то обогатило. Почему? Потому что он понял, что время всегда работает нога в ногу с какими-то принципами. Например, в его случае, извините за бизнес-семинар, в его случае с инвестированием. И он вложил эти деньги, возможно, потом ездил на метро или пересел опять на АКУ. Это не важно. Важно, что время сделало так, что дом построился. Квартира стала в существующем доме. Прошло время. Он продал ее очень дорого. Сделал еще что-то и так далее. И в итоге получил что-то. Понятно или нет? То есть, что происходит? Он понял. Слушайте, у меня такой интересный пример. Вот представьте себе, что я, конечно, лучше пастор Андрея Анфилатова взять. Я каток. Роман, а выйди сюда, будешь каток. Ну, ничего страшного, уже похудел. Все равно ты каток, ну, по характеру. Ты по характеру каток. Теперь посмотрите. Представьте себе. Вот каток. Вот каток. Серьезный человек, который может накатить. Или закатить, или укатать. Прости. Человек, который может укатать. Теперь представьте себе, что это каток. Я его завел. В нем нет водителя. Нажал на газ, там чем-то припер, и он поехал. Только медленно едет. Теперь, едь. Я тут сижу, молюсь. Едь, едь. Водителя нет. Он меня укатает? Или нет? По-любому. Стоп. Я выключил. Теперь. О чем я хочу сказать? Если я понимаю, что каток может меня укатать, давай на исходную, то тогда я, используя время, которое он будет ко мне катиться, могу что-то здесь сделать, что мне еще пользу принесет. Понятно или нет? Я могу управлять временем. И потом, я не знаю, что там. Например, мне хотят заплатить миллион долларов, чтобы я укатал какое-то железо. Или асфальтик кому-то положить. Я сюда подбросил или кого-то укатал. И он проехал, и я еще на этом, скажем, заработал. Вы поняли или нет? Теперь, получается, время, я использовал время и заставил его служить мне. Потому что Бог мне обещал, что всегда, пока он не придет, на земле будет 7 дней в неделю, на земле будет 30-31 день в месяц, и на земле будет 365 дней в году. Понятно или нет? Спасибо. Ты хороший каток. Теперь, друзья, время усиливает наши поступки. Время усиливает наши действия. Время усиливает. Теперь, время усиливает лень. Например, если ты испугался, ты кого-то боишься, ты ничего не сделал. Например, в 2013 году у тебя есть планы ничего не сделать. Очень серьезная стратегия. Большинство людей в нашей стране живет ею. Очень есть конкретная цель. Я ничего не сделаю. И вы знаете, иногда лучше, чтобы ты ничего и не сделал, действительно. Чем то, что многие делают. Теперь, друзья, если ты ничего не сделаешь в 2013, то в 2014 вряд ли ты будешь счастлив. Вы понимаете, о чем я говорю? Вряд ли ты будешь счастлив. Потому что время будет идти, но ему не с кем в паре идти. Точно так же, если ты будешь делать определенные вещи, поступки, хорошие, правильные поступки, которые нужны, но не хочется, то в 2014 году, ну, может быть, в 2024, у тебя тоже будет свой дом. Вы понимаете, о чем я говорю? Хорошо, я покажу вам некоторые принципы. Притчи 11-21. О, пастор, замутил в канун Нового года. Мозги заворачиваются, хочется отдохнуть. Вы же даже сели многие так, но я чувствую, что долг пришли Богу отдать последний. Римлянам 11-21. Ой, Боже мой, римлянам. Притчи. Ну, то же самое почти. Притчи 11-21. Я буду с 20-го читать. Смотрите, что здесь написано. Мерзость перед Господом, коварное сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным. Семя же праведных что? Спасется. Теперь внимание. Я когда прочитал это место, оно меня ввело в еще один парадокс. Знаете какой? Кто из вас считал в притчах, что написано, нельзя вообще ни за что поручаться? Есть такое или нет? Написано, не ручайся за того, не ручайся за того. А здесь он говорит, а я разрешаю. Но есть вещи, за которые можно поручиться. Знаете, за какие можно поручиться вещи? Теперь внимание. Можно поручиться, если ты видишь, что у человека есть коварное сердце и неправильные поступки, вот здесь точно можно поручиться, что время обязательно сделает свое дело. И этот человек будет наказан. Жизнь накажет, время накажет, Бог накажет. Понятно или нет? Получается, почему здесь в притчах Соломон говорит, никогда ни за что не ручайся, но заодно можешь ручаться. Если ты видишь правильные принципы в жизни человека, и он действительно святой, правильный человек, он служит Богу, он делает правильные вещи, он заставляет себя их делать, но он их делает, ты можешь поручиться за то, можешь просто Богом клясться. Ну, простите, за то, что я это говорю, я уже преувеличил. Но тем не менее, ты можешь поручиться за то, что Бог обязательно благословит его. Семя правильных обязательно наследует землю. Он всегда будет счастлив, его дети будут счастливы, его внуки будут счастливы, его род будет в благословении, он будет Богом наполнен, он будет процветать, он будет богат, он будет здоров и так далее. можешь поручиться за это. Если ты знаешь, что человек делает правильные поступки, можешь поручиться, что он будет счастлив. Ясно или нет? Написано, ты можешь поручиться. Или, например, в притчах 16-15. То есть о чем здесь говорится поручиться? Ты можешь прогнозировать. На основании поступков ты можешь прогнозировать. Получается, теперь задумайтесь о себе. Какие поступки вы собираетесь совершать в 2013 году? И вы можете прогнозировать, что будет с вами дальше. Итак, друзья, притчи 16-5. Притчи 16-5. Мерзость перед Господом всякой надменным сердцем. Дальше. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. То же самое. Ты можешь поручиться. Если у человека беда сердцем, если его поступки, если его дела сегодня, даже если он суперклассный, он очень классный, он очень классный, он такой классный, что всем классный, всем самый классный, то, послушайте, все равно. Ты можешь поручиться, а это не будет долго. Послушайте, если вы не управляете своими поступками и не управляете определенными принципами жизнедеятельности своей жизни, время, оно принесет вам результат. Если вы ничего не делали или вы делали худо, то, послушайте, время принесет худой результат. Неважно, улыбайтесь, показывайте, что все хорошо, да я прав и все остальное. Да имел я в виду эти хорошие дела, эти жертвенную жизнь для Бога, это служение. У меня есть свои дети, у меня есть свое то и все остальное, это здорово. Но если тебе наплевать на место из Писания, служите Господу Богу вашему, время покажет свой результат. Если тебе наплевать на бизнес, законы, на законы дела, и ты сегодня говоришь, я верю, что Бог меня благословит за то, что я верно просто, я не знаю, ну, вытираю посуду в каком-то там супермаркете или еще где-то, это здорово, это неплохо, что ты это делаешь. Но тебе нужно развиваться. И если ты не используешь 2013 год, не будешь изучать те принципы и исполнять те законы, которые тебе нужны, в 2014 году тебе просто больше посуды доверят. Вы поняли, о чем я говорю? Мы должны изучать принципы, и мы должны поступать так, чтобы каток идет, а я закладываю. Каток идет, а я инвестирую. Каток идет, а я служу. Каток идет, а я что-то делаю. И потом приходит время. Когда время доказывает и показывает, что ты делал. И можно поручиться. Если ты сделал это, ты будешь в благословении. Или ты сделал худое, ты будешь в проклятии. Понятно это или нет? Поэтому, друзья, Новый год стучится. Но очень важно, и многие говорят, что же принесет нам 2013? Он принесет тебе то, что ты сеял в 2012. Что же принесет мне 2013 год? Какое удивление. Я не удивляюсь. Я знаю, что мне принесет 2013. А вы знаете, я верю, что 2014 будет еще лучше. Почему? Да потому что я собираюсь в 2013 закладывать такие принципы. Я собираюсь сделать такие поступки, которые, возможно, подвиги для меня. Но это не важно для других. Время покажет. Аминь. Поэтому время доказывает твою справедливость. Время доказывает хорошие или плохие поступки. И можно поручиться. Время сделает это. Время. Теперь, друзья, послушайте, есть люди, которые считают, ну, беда, времени нельзя приказать, его нельзя остановить. А я не хочу останавливать время. Это дурдом. Я столько инвестировал, и теперь остановить время? Не-не-не-не-не. Вы понимаете, о чем я говорю? Я столько служил. Я закладывал хорошие принципы. Я помогал людям. Я делал это. Я любил детей. Я сеял в жену. Сеял во всех. Позвольте, я жду серьезных урожаев. Я жду счастливейшей семьи на земле. Ну, она и так уже самая счастливая на земле. Ну, хотя бы в галактике, я не знаю. Я жду жатвы. И время это сделает. Я не хочу, чтобы оно остановилось. Я хочу, чтобы оно остановилось только в одном случае. Это Иисус придет и остановит. Потому что Он самое главное в мое счастье. Аминь. Теперь, друзья, как не попасть в законах времени? И я закончу. Ну, как, я не знаю, как делать правильные поступки? Какие правильные поступки? Для того, чтобы время возвеличило это. Теперь послушайте. Что такое время? Еще один вопрос. Время это главный фактор, который определяет ценность. Время это главный фактор, который определяет ценность. у кого из вас на руке есть золотое кольцо? Вы вышли замуж или женились, и у вас есть золотое кольцо. Хорошо. У кого из вас оно алюминиевое? Есть, да, человек? Ты не замужем. Вот. Если оно у вас алюминиевое. Нет. Почему? Давайте по-другому спрошу. Золото ценный металл? Почему? Не просто его мало. Почему? Химически почему? Оно не гниет. Оно практически вечно. Оно не стареет. Практически. Серебро тоже. Ну, серебро все равно оно ржавеет. Не ржавеет, а теряет цвет. Хорошо. Бриллианты. У кого из вас вы хотите, девушки, бриллиантик хотите себе. Такое, что, ну. Кто хочет бриллиантик? А кто из вас хочет кусок асфальта? На шею кусок асфальта. Хай модерн. Именно я не как все. Что это у тебя? Кусок асфальта. Боже, как модно. Тебе идет. Если вам кто-то скажет, что вам еще идет кусок асфальта на шее. Пусть он еще скажет, что вам еще идет петля на шее или еще что-то такое. Посмотрите. О чем я хочу сказать? Мы ценим. Хорошо. Чья картина дороже? Мулюковой надежды или да Винчи? Я верю, что у Мулюковой будут такие же картины, как у да Винчи. Я не то, чтобы обидеть. Она понимает, да? Потому что она ценит то, что я говорю. Ну, она знает, кто такой да Винчи. Посмотрите, почему? Потому что его талант доказала время, вечность. До сих пор никто практически не мог переплюнуть то, что он сделал. Время доказало его гений. Почему, например, я не ставлю сейчас даже, ну, она хороший художник. Например, у нас есть художники в церкви, да? Вот, она хороший художник. Но откуда я знаю? Я могу это оценить. Кто-то скажет, это шедевр. Но все равно никто не купит за ту цену, когда Винчи. Почему? Время не доказало это. Время, поколения, миллионы людей, посмотрев на это, сказали, это шедевр. Теперь, друзья, время подняло. Время подняло цену. Время, ну, понятно или нет? Золото, бриллианты, они никогда не упадают в цене. Почему? Потому что они вечные, практически. Потому что это одни из самых вечных металлов. Поэтому и драгоценных. Посмотрите, есть намного красивее, чем бриллианты стекло. Сейчас стекло такое красивое делают. Но почему оно не стоит столько, сколько бриллиант? Да потому что бриллианты не убьешь. Ты можешь разрезать все на свете и так далее. Понимаете, с чем я говорю? Посмотрите, именно время сделало ценным ценное. Ясно? Теперь, друзья, получается, самое дорогое на земле это то, что доказало время. Вы согласны с этим? Ну, кто согласен, честно? Теперь послушайте. Логика. Я сейчас на этом закончу. Если время доказало ценность чего-то, то вы, я надеюсь, будете понимать правоту Иисуса Христа, который сказал на горной проповеди «Заботьтесь же прежде всего» о чём? О Царстве Божьем. А остальное всё что? Привожится вам. Теперь послушайте. Иисус говорит, послушайте, друзья, не тратьте время на ерунду. Тратьте время только на то, что является вечным. Посмотрите, мы гоняемся за золотом, мы гоняемся за бриллиантами, мы гоняемся за ценностями. И это неплохо, есть, это хорошо, что это всё красиво, дай Бог вам бриллиантов и так далее. Но послушайте, он говорит, вместо этого в большую степень вы должны понимать то, что намного дольше и время доказало, что это намного сильнее, чем даже бриллианты или золото, намного вечнее это Царство Божье. Теперь послушайте, ценность Бога, ценности и принципы Бога являются самым дорогим, что вообще существует на земле. Послушайте, за то, чтобы кто-то, человек понял, что такое подставь правую, если дали под левой, это по сути стоит миллиарды долларов. Ты скажешь, ну как это вообще-то, ну что это, и так далее. Сейчас, слава Богу, последние 15, наверное, или 10 лет уже вокруг есть там дорогие бизнес-консультанты, бизнес-тренеры, кто знает об этом. Вот, люди там, коучеры, коучинги и всё остальное. Почему? Потому что за это начали платить большие деньги, потому что поняли, как важно понимать какие-то принципы. Ну, посмотрите, в наших руках, с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому, когда мне говорят, молодежь, секс до брака это плохо, а как же узнать сексуальную несовместимость, а как же узнать ещё что-то. Это тебя какой бизнес-тренер научил? Это тебя какой, ну, ненормальный объяснил? Здесь написано, сексуальная совместимость зависит от Божьей воли на жизнь человека. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Или кто-то недавно говорил, один верующий говорит, ну, ты знаешь, я разочаровался в принципах вот этого. Ну, ты вот, до сих пор вот это, не спишь до брака? Говорит, не сплю до брака. Говорит, я считаю это бред. Потому что наука уже доказала, во-первых. А, во-вторых, ну, мне же нужно увидеть, ну, потому что это же моя супруга, она всю жизнь, ну, увидеть её тело. А послушай, а почему человек вычёркивает самый главный закон жизни? Время. Ты задай ему вопрос, ну, ты увидишь. А ты не забыл, что есть такое понятие, как время? И через 15-20 лет, когда она родит тебе трёх-четверых детей, ты можешь, конечно, напишкать её ботексом, ну, я не знаю, и будет у тебя, ну, ходить снежная баба такая и так далее. Но всё равно придёт время, когда ей будет 65 или 80. и что, ты с ней разведёшься? А вечный принцип говорит, красота суетна, миловидность обманчива. Ищет жену, красота суетна, миловидность обманчива. Губы не у какого Анжелины Джоли. Время сделает, как у Анжелины Джоли будут. Слово ещё не у неё, как у Анжелины Джоли. Что ещё не так? Плоть, как временный пёстрый, временный цвет. Трава. Теперь послушайте, церковь, я прошу вас, 2013 год в нашей церкви объявлено, как год Божьих ценностей. Я хочу, чтобы мы утверждали их в нашей жизни. Послушайте, мне так приятно часто становиться в жизни, когда-когда-то, мне 10 лет, кричали, что я лошок. Я помню, чувствовал себя таким лошком. Мне было 17, 16, 17 лет. Я прыгал в электричку, и все нормальные студенты ехали в какие-то коммерческие вузы. А я ехал, я, конечно, придумывал, ну, как придумывал. Я хорошо озвучивал, я тогда умел озвучивать, что я еду в международный библейский институт. Так я называл нашу библейку. И мне говорили, а кем ты будешь? Я говорю, я буду миссионером международного класса. и как вы думаете, кем я стал? С Новым Годом! И вы знаете, сегодня те, которые ехали в самые коммерческие вузы, но они неправильно не ценили ценности Христа, которые я изучал, потом подходят ко мне и говорят, помолись за меня. У нас нематочная беременность в нашем гражданском браке, и ребенок умирает, и ей сделали такую чистку, что она теперь не может иметь детей. Я говорю, послушай, я же тебя с шесть лет предупреждал. Гражданский брак это грех. Он несет проклятие. Дети умирают, проблемы приходят, беда приходит, им можно поручиться, что будут приходить дальше, потому что мерзость перед Богом грех в сердце. Но откуда была у меня такая уверенность, что я поступаю правильно? Я изучаю вечные ценности, которые дороже золота. Притчи. Это самая умная книга на земле. В первой главе написанной во второй, в третьей и восьмой написано, послушайте, всем имением приобретай разум. Всем имением, всеми деньгами покупай мудрость. Изучай вечные принципы, потому что золото это бред. А вот вечные принципы, чтобы хотя бы понять, что нельзя изменять мужу, это стоит жизни и судеб твоих детей. Ценность. 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 Время доказало, что золоту можно верить, как металлу. Я 7 лет ношу это кольцо, оно чуть-чуть затерлось, но потом я его отношу, его полируют, его не обновляют, его не золотят, его просто полируют. Знаете, что значит полируют? Сдирают его внешность, чтобы внутренность показалась, потому что оно все золотое. Поэтому время показало, что оно не гниет. Позвольте, время доказало, что принципы и заповеди Господни это самое мудрое, самое ценное и стабильное, что есть на земле. Поэтому давайте не будем такими дураками, чтобы в 2013 году игнорировать вечные Божьи ценности. так хочется, чтобы вы меня поняли. Я могу вам одно пожелать, это Божье пожелание. Пускай время докажет, кто вы. Пускай время работает на то, кто вы. Пускай время докажет, кто вы. Как да Винчи доказала. Пускай время докажет эти картины. Пускай время докажет твой талант. Пускай время докажет твои принципы. Пускай время докажет. Конечно, к сожалению, если твои принципы гнилые, если твои принципы это эго, это эгоцентризм, если твои принципы это быстро кого-то найти, чтобы быстро там была куча секса, а потом дальше я верю в счастье и так далее. Послушай, сгниешь ты, будешь второй, третий, десятый раз жениться и будешь счастлива в 18 браках с 20 детьми. И в конце умрешь одна. Можно поручиться. А можно жить вечными Божьими ценностями. То есть на тебя все будут говорить дура. Говорит дура тот, кто говорит дура последним. Аллилуйя! Давайте будем служить Богу в 2013 году. Библия обещает, исход 23-25, тогда написано, служите Господу Богу вашему. И Он отвратит от вас болезни, благословит хлеб и воду. Посмотрите, я благодарю Бога за то, что если у меня в моей семье или в моей жизни есть какие-то болезни, то это благодаря моим ошибкам. А не потому, что Бог не верен. Пусть какое-то время докажет, кто вы. Давайте поднимемся.